Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей лекции – ремонтность физической теории идеальных газов. Вопросы, которые мы будем сегодня рассматривать, это модели идеального газа, плотность вероятности и функции распределения микрорайдов и случайных врачей, распределения молекулы ГАДО, понятия микро- и макросистемы, принц равноверно относительно микросистемы. В молекулярно-кинетической теории пользуются идеализированной моделью идеального газа, согласно которой считают, что Первое – это собственный объем молекул ГАДО пренебрежимый МАУ по сравнению с объемом сосуда. Второе – между молекулами ГАДО отсутствует силы взаимодействия. Третье – столкновение молекул ГАДО между собой и со стенками сосуда абсолютно враги. Перейдем на второй вопрос. Вероятность наступления события А определяется формулой 2.1. Это мы уже прошли в предыдущие лет цели. Если события характеризуются непрерывно с меняющимися величинами, то определение вероятности с помощью формулы 2.1 решено смысла. Например, решено смысл спрашивать, какова вероятность того, что скорость частиц равна 10 микросекунду. Это обусловлено тем, что число всех возможных скоростей не может быть сосчитано, поскольку скорость непрерывно увеличена. Множество событий в этом случае не является счетными, и их вероятностное описание осуществляется с помощью вероятности опусти вероятности. Пусть при Н-актах наблюдения Н приближается к бесконечности, молекула обнаружена НТ раз, подлинная, дельта ВИ. Тогда в соответствии с определением 2.1 вероятность опорожения молекул в объеме ТВИ при очередном наблюдении определяется формулой 2.2. Если речь идет о замкнутом сосуде, то во всех объемах ТВИ вне сосуда молекула не была обнаружена ни разу, то есть НТ равняется 0. Для этих объемов и вероятность опорожения молекул в объемах вне сосудах L-код дельта ВИ равняется 0. Внутри сосуда эта вероятность, вообще говоря, отлично от 0, и даже при равных объемах дельта ВИ непостоянная. Например, если сосуд находится в полутяжести, то эта вероятность у нас сосуда оказывается несколько больше. Черт его верхней части. Эта вероятность зависит, однако, от объема дельта ВИ и поэтому неудобна для использования в качестве первоначального понятия. Поэтому пользуется понятием плотности вероятности, определяемой разницами 2 и 3, где виксы трезет координаты точки. Таким образом, плотность вероятности является вероятностью нахождения молекул в бесконечно малом объеме, отнесенной к величине А1, то есть она определяется так же, как другие плотности. Например, плотность в ровах зависит от 3D на 2D2. Аналогично 2 и 3 можно определить плотность вероятности на двумерном многообразии, одномерном или многомерном с числом взявлений 2 и 3. Таким образом, значение плотности вероятности позволяет найти вероятность для любой области, в которой определена плотность. Для газа в замкнутом сосуде вероятность в точке вне сосуда равна 0. Вероятность того, что случайная величина х принимает значение меньшего и некоторого заданного числа х0, то есть х меньше х0, остается формулой 2 и 4. Определяемая в 2 и 4 функциях от х0 называется функцией распределения вероятности. Для непрерывно изменяющейся величины функция распределения вероятности в соответствии с 2 и 4 выражается через плотность вероятности f от х, формулой 2 и 5. И f от х равно df от x на dx, то есть 2 и 6. С помощью этой формулы выражения, в которые входят f от х до х, могут переписаны с учетом df от x. Маленький fx dx. Например, формула x средняя равняется интеграл от минус бесконечный до плюс бесконечности x f от x dx. Может быть представлена в виде x средняя равна интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности x до f от x. С учетом 2 и 4 и 2 и 5 вероятность от того, что случайная величина х принимает включение, лежащее в интеграле. x не больше x1 меньше x2 выражается следующей формулой. Пусть большое количество молекулы газа n в количественном состоянии распределился по объему весу. При известной величине объема сосудов V можно вычислить вероятность попадания N числа молекул из большой N в произвольно выбранное небольшое одно омега, находящееся внутри сосуда. В этом случае все точки объема сосудов является разоправным и объем амога намного меньше от объема V можно выбрать в любом месте сосудов. Так как движение молекул хаотично, количество молекул N является случайной величиной, для которой найдем распределение V от N. Мы с вами наканунируем все молекулы, и тогда вероятность попадания молекулы номер 1 в объеме омега будет равна формулу QT. Наконец, вероятность попадания от первых по номеру молекулы до N в объеме омега оказывается равна формулу QT. Остальные молекулы номер 3-3. Остальные молекулы указаны должны попасть в выбранный объем. Вероятность этого события по аналогии с предыдущими объемами будет равна формулу QT. Для того, чтобы только R в первых по номеру молекул попали в ингредиент, должны выполняться два последних события. Совместно с вероятностью в данный трейд с предыдущими вероятностью этих событий в предыдущих омега оказывается равна формулу QT. Для расчета вероятности попадания в любых по аналогию не только первых по номеру. В выбранный объем необходимо сложить вероятности по от N столько раз, сколько существует вариантов выбора N молекулы с неповторяющимися номерами из общего числа N. Из комбинаторики известно, что это количество определяется сочетанием N по N. Тогда окончательно будем иметь формулу 3,6. Для того, чтобы перейти расчет только через количество молекул, введем параметр распределения N, как такое количество молекул, которые пропорционально выбранному одному амегу. Тогда полному объему V будет соответствовать полное число N. И можно от отношения объемов перейти к отношению числу молекул. То есть омега на V равняется N на R. Полученное выше распределение можно простить, считая, что во-первых, предель N приближается к бесконечности. Во-вторых, справедливо формула приближенного вычисления Стирлинга, то есть 3,7. Переходя к пределу и используя один из замечательных пределов, в итоге получим формулу 3,8. Формула была впервые получена фасоном и называется распределением фасона. Введем к четвертому вопросу, то есть понятия микрин и макросостояния. Если в некотором объеме в заключенном указе предположим, что удары частицы, а стенки сосудов абсолютно в токе, а масса сосудов очень велика, благодаря чему состояние движения визоляции, как шустиц по его стенкам не изменяется. Каким образом заключенного отменного указания, отменяется аналипы с находящимися в мига, где он на 2-м отцена, с определенными делами, то есть является изолированием. При этом условия указа сосудов изолирована от каких-либо может произойти, и все, что с ним может произойти, происходит в результате внутренних причин. По происшествию достаточного промежутка времени, в течение которого система предоставлена самой себе, состояние газа станет социальным и не будет изменяться современным. Достаточный промежутка времени – это тот промежутка времени, в течение которого проявляет уравнение температуры и давления. Он может быть оцениваться на результате изучения давления переноса. Состояние газа, характеризованное его давлением, температурой и отъемом, называется макроскопическим. Сационарное макроскопическое состояние газа, находящееся в изолированном от внешней среды, объеме В, называется равновесным. При этом в его макроскопической характеристике, то есть давление температуры объем сохраняется. Подчасти одни объема имеют в виду достаточно большие частицы, в которых содержится очень большое число частиц. Если система не изолирована, то возможно стационарное состояние, которое не является равновесным. Если, например, в различные части стенки сосудов, которым включен газ, с помощью внешних источников тепла поддерживать при различной, но постоянной температуре, то в газе установится стационарное состояние, то есть состояние, не изменяющееся с равлением, однако оно не равновесным. В этом случае давнее давление во всех частях объема одинаковое, а температура во всех частях объема различна. Пронумеруем частицы индексами и 1, 2, то n, то есть всего просматриваем одну и милиция частиц. Это число очень велико. Если объем равняется 1 см3, то при нормальных атмосферных условиях n равняется 2,7, 10, 15 степень частиц. Состояние газа, характеризуемое положением и скоростями всех этих частиц, называется микроскопическим. Следовательно, микроскопическое состояние газа характеризуется 6n числами, т.е. 3 из них 3n – это координаты, а 3n – это компоненты их скоростей. Эти числа следует рассматривать как случайные величины. Одному и тому же микроскопическому состоянию соответствует громадное множество микроскопических состояний. Иначе можно сказать, что данное микроскопическое состояние осуществляется непосредством громадного числа микроскопических состояний. Задача статистической физики состоит в исследовании связей между микро- и макроскопическими состояниями системы. Перейдем к обратному вопросу. Частицы, находящиеся в карте и системе ансамбля, считаются пронумерованными. Пронумерованы также и ячейки, в которых могут находиться частицы. Некоторые моменты, некоторые частицы находятся в различных системах ансамблях, в различных ячейках. Если от изначального момента прошло достаточно много времени, и все системы ансамбля добыли свое начальное состояние, ячейка, в которой очутилась конкретная частица в данной системе, является случайной. Для рассматривания частицы, нужно как очутительных оснований находиться в какой-то конкретной ячейке, по сравнению с другой. Все ячейки равно ценны, и все местоположенные частицы равновозможны. Если ансамбль содержит очень большое число систем, то то число систем, в которых рассматривание частиц оказывается в личных людей, равное число систем, в которых она оказалась в очейке глаз, то и другое. Другими словами, для данной частицы все возможные положения равновременные. Микросостояние характеризуется положением всех н частиц, входящих в систему, то есть конкретным распределением этих частиц по ячейкам, на которые разбит объем. Поскольку все ячейки для каждой частиц равновозможны, возможно заключить, что все распределения частиц по ячейкам также равновозможны. А это означает, что все микросостояния равновероятны. Поэтому, например, система, в которой все частицы собрались в одном углу рассматриваемого объема и заняли в этом углу все ячейки, определенным образом будет встречаться в ансамбле и столько же, сколько система, в которой чтится, встречается во всех точках объема и занимает соответствующие эндвичи, как срабатывать равным образом. Утверждение о равновероятности макросостояния называется постулатом равновероятности. Проведенное рассуждение является конечным доказательством этого сущения. Такого общего доказательства в настоящее время не существует, поэтому это утверждение и называется постулатом. Оно играет большую роль в механике. Вопросы для закупления сегодняшней техники. Первый вопрос. Как можно оценить порядок данных органов, выравнивая давление газа? Второй вопрос. Какими величинами характеризуется макро-макроскопическое состояние газа? Третий вопрос. Каков общий характер соотношений между микро- и макроскопическими составами? Спасиба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова